Приветствую, на связи Андрей Жариков. На сайте компании Life is Good появилась надпись Welcome to Grafana. Означает ли это, что сайт компании Life is Good уже восстанавливают? Разбираемся в этом видео. Если сейчас зайти на официальный сайт компании Life is Good по адресу lifeisgood.company, то страница выглядит вот так. Здесь мы видим логотип, надпись Welcome to Grafana и слоган по-английски Don't get in the way of the data, что можно перевести как Не мешайте данным. И здесь ниже есть поле для ввода имейла или имени пользователя и пароль. Соответственно надпись Login. Возникает вопрос, что вообще такое Grafana. И, соответственно, означает ли это, что сайт компании Life is Good уже начали восстанавливать? Если сделать поиск в интернете, то вы можете обнаружить, что Grafana это платформа с открытым исходным кодом для визуализации, мониторинга и анализа данных. Этот инструмент в сочетании с Greylock, часть нашей двухсторонней системы мониторинга, поведения пользователей и производительности системы. Графана позволяет пользователям создавать дашборды с панелями, каждая из которых отображает определенные показатели в течение установленного периода времени. Каждый дашборд универсален, поэтому его можно настроить для конкретного проекта или с учетом любых потребностей разработки или бизнеса. Айтишнику Евгению задали вопрос относительно программы Grafana, что это. Евгений ответил, добрый день, поставили какое-то CMS. И дальше он скопировал текст. Возможности. Предоставляя диаграммы, графики и предупреждения для интернета при подключении к поддерживаемым источникам данных. Лицензионная версия Grafana Enterprise с дополнительными возможностями также доступна в виде самостоятельной установки или учетной записи в облачной службе Grafana Labs. Его можно расширить с помощью системы плагинов. Конечные пользователи могут создавать сложные панели мониторинга с помощью интерактивных запросов. Grafana разделена на front-end и back-end, написанные на TypeScript и Go соответственно. В качестве инструмента визуализации Grafana популярный компонент в стеках мониторинга, часто используемый в сочетании с базами данных переменных рядов, такими как Influx, DB, Prometheus Ruin и Grafite, платформы мониторинга, такие как Sensus. И Евгению задали еще один вопрос. Это они сайт все же делают для открытия? Точно сейчас орать будут, что видите, работы почти закончены. Евгений ответил видимость. Ну, то есть, по всей видимости, данные работы с помощью программы Grafana к Евгению не имеют отношения, то есть ни он, ни его люди этим не занимаются. Возможно, этим занимается как раз Роман Василенко. Если вспомнить последнее обращение Романа Василенко, он в своем обращении написал «Наши же проблемы приземления, мы восстанавливаем базы данных и перезапускаем все проекты на новых серверах. Подключены лучшие специалисты из IT-сферы, так что прошу всех потерпеть еще немного. Мы все починим и все заработает в прежнем режиме». Ну что ж, возможно, появление как раз этой системы Grafana это и есть один из шагов по восстановлению систем, но айтишник Евгений считает, что это все видимость. Как говорится, поживем-увидим. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить, добавляйтесь в наш телеграм-чат. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!